Добрый день. Сегодня мы поговорим о стратегии управления бизнесом. И у нас в гостях директор консалтингового агентства TeamX Consult Оксана Тимошенко. Добрый день, Оксана. Добрый день. Поскольку у вас очень много разных тем, программ тренингов и консультаций, все-таки ваши клиенты это большие компании, которые уже разрослись до определенного уровня, им действительно нужна такая стратегия? Или это разные компании, для которых нужно вырабатывать разные стратегии управления? Это разные компании, для которых нужно вырабатывать разные стратегии. Но на самом деле набор этих компаний это всего лишь моя, наверное, маркетинговая политика. Это моя стратегия. Иметь сбалансированный портфель, потому что это позволяет мне, наверное, определенные технологии и культивировать от большого бизнеса к малому и наоборот. Поэтому это моя стратегия. То есть вы не искриваете только большие куски, но я имею в виду большие компании специально. То есть это ваша стратегия? Да, это моя стратегия. Потому что на самом деле в больших компаниях как раз с точки зрения, наверное, бизнеса они более интересны, они более платежеспособны, они более масштабные проекты открывают, они больше вкладывают туда всевозможных ресурсов информационных, технических. Но на самом деле в больших компаниях больше нервности, меньше гибкости, длиннее цепочка принятия управленческих решений. И поэтому с точки зрения консультанта, как говорится, для души, то, наверное, средний и малый бизнес гораздо интереснее. И ты быстрее видишь результат. Этот результат зачастую более ощутим. Можно вычленить, что он действительно от тех изменений, которые ты делал вместе с командой, что они не произошли сами собой или благодаря рыночным котировкам, ценных бумаг или чего-то еще. Консультировали, консультировали, а эффект потом произошел от другого. Это исключительно выбор. И работать с ними как консультанту гораздо интереснее со средним и малым бизнесом. Гораздо. У вас обратная связь, она такая достаточно быстрая. Я имею в виду даже не оценка вашего труда, вложенного как консультанта, а какой-то ощутимый эффект. Они с вами делятся? Да, конечно. Во-первых, действительно выживаешься в эти компании и поддерживаешь уже потом скорее больше даже личные отношения. Есть клиенты, с которыми я не работала 8-10 лет. Но мы с ними все время в онлайне, на связи, обсуждаем. Они могут помимо каких-то общих вопросов иной раз сбросить какой-то материальчик, посмотреть. И ты искренне переживаешь и искренне заинтересован. Поэтому делятся. Делятся. И не только положительными. Есть же какие-то моменты, которые были ошибками или недочетами. Тоже делятся. Делятся. И это мне помогает. Их обратная связь, она мне помогает. Свою работу совершенствовать где-то, безусловно. Вы корректируете как-то? Конечно. Для меня это гораздо дороже. Мне их положительные отзывы, конечно, это бальзам на душу. Но это совсем чуть-чуть все-таки больше. И мне как раз интересует, что мы сделали не так, чего не учли. На что не обратили внимания. Надо было бы. Вы сказали, у вас в вашем портфеле разные по размеру, по масштабу компании. И вот здесь, наверное, можно провести какой-то анализ. Все-таки малым предприятиям, ну средним предприятиям. Ближе, наверное, к маркетингу, стратегии. А большим компаниям, возможно, именно в стратегии управления, они ищут какое-то такое направление развития своего бизнеса. Отчасти да, Евгений. Потому что реально получается, что средний бизнес, вот я бы сказала так. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. И в большинстве ведь сегодня руководят средним бизнесом те, кто являются его владельцами. Не наемные управляющие, а, собственно, сами держатели своего пакета. И получается, что ведь многие выходцы из различных профессиональных сфер. И управлению они учились все эти годы. Кто-то теоретически, кто-то к самообразованием и так далее. А поскольку выхваты вот эти вот были самые разрозненные, мне, честно говоря, так скажем, топ-менеджмент среднего предприятия зачастую напоминает такой стакан с горохом. То есть вот они туда собирали по горошинке, чуть-чуть маркетинга, чуть-чуть правовой, чуть-чуть трудовой, чуть-чуть еще. И вот они его наполнили, а эти горошины там вот так вот бренчат. А когда доходит дело, ребята, а вот сейчас бы туда картофелину положить, вот как сердце, а места нет. А места нет, все занято. И вот они наполнены, а связи нет. И поэтому вот как раз, наверное, для среднего бизнеса прежде всего нужно выстраивать вот этот самый вектор. Потому что, ну, как говорили древние, никакой ветер не бывает кораблю попутным, если он не знает, в какую гавань идет. И действительно, вот эти все горошинки, они превращаются в золотые, да, вот какие-то слиточки только тогда, когда ты их правильно выстраиваешь. На самом деле у каждого свой опыт в управлении, в стратегии, в маркетинге. Я знаю вот одного руководителя, который убежден, что реклама не работает, потому что у него очень много было отрицательного опыта. И он намеренно сторонится вот с всех консультантов, то есть, как говорит, у нас реклама не работает. И от этого он понимает, что реклама двигатель торговли. Но поскольку у него очень много отрицательного опыта, и никто ему не может переубедить, у него вот какие-то такие метания в этом процессе. Вот таким людям вы помогаете, то есть, как-то систематизировать эти знания? Я так думаю, что именно таким мы людям помогаем, потому что там, где нет проблем, там мы не нужны. Я не знаю, есть ли такое место на самом деле. Помогаем, потому что зачастую, ведь бывает так, что консультанта пригласить еще стало и модно, престижно. Да, ребята приглашали, а я вот тут как-то сижу не приглашал, да, неловко, надо бы. А реально получается, для нас нет хуже клиента, который эмоционально не готов, который не вовлечен, не готов. И поэтому, если человек не знает, какую проблему он хотел бы решить, то чего бы ты ему не предложил, все будет не там, не так, неуместно, неэффективно. Вот с такими как раз и работаем, у которых уже есть плацдарм, есть платформа, то есть знания, компетенции, опыт, свое видение, нет системы. Вот как раз выстраивание этой системы, наверное… И есть основная задача. И есть основная задача, и в таких компаниях стратегия – это зачастую переложить вот это ожидание от будущего в систему пути. Практического применения. Да, да. Если вернуться не к стратегии управления, а к эффективной оценке работы коллектива, внутри коллектива ведь много разных подразделений, особенно в больших компаниях, да, все они работают на общий результат, совершенно понятно. Фу-факт. Нет, мы предполагаем, что все работают… Должны работать на общий результат. Нет, один результат – это прибыль, но тут вот как бы это у всех одна задача. Но действительно внутри могут быть совершенно разные стратегии, есть разные подразделения. Вот здесь есть разный подход к их оценке работы? Да, конечно, на самом деле в любом Киапане, и во всяком случае современной, можно все виды управления разделить на два больших кластера. Есть классическое процессное управление, это управление повторяющимися бизнес-процессами. Там могут быть какие-то изменения, инновации, но они не меняют порядка вещей. Ну, как говорится, бухгалтер, он в Африке бухгалтер, он выполняет заданный набор функций и так далее. Или на производстве, там отлажена технологическая цепочка, выполняй да выполняй. А реально вот те подразделения, которые выполняют надстроечную функцию, или как мы их называем, сервис-линия, служба маркетинга, служба, допустим, управления финансового, финансового учета, служба инновационного развития. И вот получается, что вот как раз этими подразделениями зачастую управлять нужно проектно, потому что их деятельность, она отложена во времени, и результат иногда можно увидеть после того, когда же мероприятия проекта завершились, а результат будет виден только потом. И поэтому их тоже можно измерить, и результат тоже можно посчитать, но это немножко другой подход. Во многих компаниях стоит такая проблема, как определить KPI, там, PR-службы, потому что не видно моментального результата, он отложен во времени, и напрямую вопрос, какая эффективность ваша сегодня, да, ну, порой, можно сказать, эффект будет, но потом. Вот здесь вы помогаете привести в соответствие вот все вот эти вот усилия каждого подразделения компании, да, и выстроить понимание у руководства, что каждое подразделение, оно в конечном итоге работает на общий результат, просто нужно правильно определить их вклад в общее дело, да? Ну да, тут, наверное, очень сложно говорить обобщенно, вот даже банальный пример. Давайте пример банальный предприятия пищевого производства, безусловно, не буду называть ни город, ни сферу деятельности. Предприятие позиционируется на рынке, и несколько соседних регионов вот охватывает помимо там, где оно расположено. Предприятие хорошее, стабильное, продукцию выпускают качественно, но поскольку рынок этого продукта достаточно конкурентен, насыщен, то, естественно, приходится вырабатывать разную стратегию в разном регионе. Куда-то ты пришел, и там такого не было, и ты с новой ассортиментной линейкой вышел, а куда-то ты пришел, и там жесткая конкуренция по этой позиции. Такого продукта уже много. Такого продукта много или аналога много. И вот сталкиваешься с позицией, маркетолог либо выбирает какую-то одну общую вот маркетинговую политику и транслирует везде, не подходит. Второй момент. Маркетолог имеет свое видение. Допустим, он поимел хороший опыт в одном из регионов, он говорит, нужно расширять ассортиментную линейку. То есть нужно дублировать как бы. Вот получилось хорошо в одну региону, и нужно атмосферу. Да, атмосферу это так вот туда-туда-туда, не учитывая ни жизненного цикла, ни специфики региона. И вот он говорит, нужно вот такую-то, допустим, вырабатывать новую ассортиментную линейку, пусть этого товара на полке будет представлена полнота вкусов, полнота там объемов и так далее. Подвести базу как бы всегда можно. В это время директор производства говорит о том, что часть технологических цепочек для производства такого ассортимента, оно не то, что убыточно, оно убивает оборудование, потому что приходится перенастраивать, мыть там и прочее. И он говорит, что наше оборудование, рассчитанное вот на столько лет еще амортизации, оно это не протянет. И он говорит, нам нужно сжимать ассортиментную линейку и лучше более качественно делать флагманы наших продаж. Конфликт. Один транслирует одно, второй в это время, в это же время преследуют совершенно другие цели. Конфликт выливается до уровня личных конфликтов, руководителей служб на планерках. А в общем-то, вот и получается, что... И поэтому не будет тут эффективен маркетинг никакой, куда вкладываться и во что. Вы так глубоко погружаетесь вот в тему предприятия, чтобы найти точки взаимодействия. А да, на самом деле без этого не получается, потому что решение проблемы, оно никогда не лежит в плоскости ее возникновения. И если люди знают, что у них проблема, они видят, что проблема, но не могут из нее выйти сами, то, скорее всего, нужно уйти выше, посмотреть всю системность и уйти вглубже посмотреть. Люди не хотят, не могут, не имеют условий, не созданы какие-то предпосылки. Ведь настоящим вредительством, наверное, в наших компаниях занимаются единицы, наверное, на миллионы. В большинстве случаев это желание как-то сделать лучше, да. А получается как всегда. Нет, но он ограничен пониманием или стремлением, так сказать, сделать лучше своим подразделениям. В рамках своего бизнес-процесса. Ну да, да, да. И поэтому вот для этого и нужно стратегическое планирование, чтобы посмотреть сверху на все процессы, да, и наладить вот это взаимодействие. Если посмотреть в динамике за какое-то время, как меняется отношение не просто к консультанту, да, а вот именно к стратегическому мышлению у хозяев бизнеса, вот такого малого бизнеса. Потому что иногда кажется, что они и так все знают. Он работает все время в регионе, так сказать, у него полно связи, в одном и том же магазине все продают. Я понимаю, да. Но ситуация меняется? Ситуация здорово меняется, причем она меняется, вот такой нарастающий, да, вот колоссальный спрос пошел. Именно на стратегический экспонент абсолютно пыталась найти для себя ответ. Нашла сначала в возрастном факторе, то есть те, кто начинали в 90-е, ну, скажем так, это люди, наверное, наших лет, которые сейчас уже либо выросли до какого-то другого бизнеса, либо достигли каких-то топовых позиций, и на смену приходит другое поколение управленцев. И это другое поколение, оно другое, оно другое во всем. Они выросли в другой среде, они воспитывались, и зачастую там те технологии приема. У них рыночные механизмы прямо с детства были, да? Да, они не срабатывают. И руководители разных возрастных сословий, скажем так, они вынуждены договариваться, и они понимают, что они разговаривают на разных языках. И здесь включаются различные, вот, да, точки противостояния, и как раз понять, куда же мы идем, да, к прибыльности или к расширению, к повышению лояльности клиентов, или вот здесь и сейчас инвестируй из ИМИ оттуда, да, что-то, а потом уже вкладывайся. И ведь пришло поколение детей, вот этих бизнесменов. Есть конфликт отцов и детей? Конфликт отцов и детей, его никуда не денешь. Почему? Потому что получается, что наиболее эффективным оказывается управленец, который чуть-чуть младше или чуть-чуть старше на 15 лет, ну, как говорится, чуть-чуть младше руководителя на 15 лет, или постарше вот линейного персонала. А у отцов и детей другая вилочка вот этого возрастного, да, как говорится, промежутка. И получается, что конфликт, и на самом деле последние годы есть прям хороший спрос. У меня прям были специальные группами, работали в регионах, когда прям объявляешь для детей, это дети, которые, ну, скажем, дети, это от 20 до 30 лет, вот эта вот плеяда, они с хорошим уже образованием современным, многие зарубежным хорошим образованием, они уже с хорошим представлением, чего они хотят в этой жизни, но они не поддерживают те технологии управленческие, которые есть у их отцов, там, родительского поколения. Это вот больше как раз менталитет западный, то есть они пытаются транслировать вместе с зарубежным образованием, ну, я имею в виду в продвижении, в каких-то маркетинговых ходах, то есть они оттуда уже берут какой-то опыт и пытаются здесь его транслировать. Одно время с Убанем смотрели на Запад, что ж там, да? Конечно. Теперь же и хаем, это нам не подходит, у нас другая ментальность. А на самом деле, ребят, какая у нас другая ментальность? Ну, много, об этом можно много говорить. Ребят, ну, я, когда покупаю продукт, я хочу, чтобы он был свежий и качественный. Любой хочет, чтобы это было адекватное соотношение цены и качества. Я хочу, чтобы был хороший сервис, чтобы меня уж как минимум не оскорбляли, да, а уж как максимум еще учитывали какие-то пожелания. А что, на Западе или там где-то на Диком Востоке или по-другому? Да нет, все то же самое. Ментальность, скорее всего, как раз в делании того, что мы делаем. Ведь очередной раз сталкиваешься с тем, что вот эта российская ментальность, как сейчас говорят, транснациональная культура, да? Так вот, наша культура как раз построена на то, что мы ориентированы испокон веку на процессы, а не на проекты, не на результат. Мы деятельность функционируем, как вот… Важен сам процесс. Сам процесс, мы получаем от него удовлетворение морально-эмоциональное. Нам нравится наше взаимодействие, нам нравится решать проблемы, договариваться, находить решения. А вот вектор вот этого результата, он как-то размывается. И это проблема. То есть способ решения проблем — пройдемте на совещание. Вот там, в этом процессе совещания, и будем решать все проблемы. То есть иногда важен сам процесс. Вышли с совещания, что решили? Решили не решать. Ну или выходят с ежедневниками. Ну да. А там такая наскальная живопись, такие магические круги. Ну да, 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 да. Сидел и прорисовывал какие-то там. О чём ты думал? Да, потому что то, что происходило, уже перестало быть для него интересным. А ведь на самом деле зачастую видишь на этих совещаниях не поставлена задача более локально, чётко, не закреплён ответственный, не спрашиваются результаты прошлых периодов, очень быстро соскальзывает на эмоциональный уровень. Это вот как раз и есть наша ментальность. То есть вот, к сожалению, слишком мы эмоциональны. Ну вот и, если честно, ей стали больше бравировать. Это хорошая такая, наверное, как говорят, левая от маски, да, как раньше в 90-м году говорили. Это такая хорошая маска, под которую можно спрятать любое неумытое лицо. Вот в общем-то это больше миф. Это больше уже наш современный миф. Ну неумение поставить задачу, это всё-таки задача топового руководителя, да? А вы с ними тоже работаете? Я в основном с ними и работаю, потому что это те люди, которые принимают решения, и те, которые могут действительно транслировать свои потом какие-то управленческие видения ценностей на линейный персонал. Я с ними работаю. Я бы даже сказала, работаю с высшей топовой командой, с линейными менеджерами. К сожалению, уже не всегда удается поработать так плотно, как хотелось бы. В стратегическом управлении вы подсказываете только управленческие какие-то решения? Или можете подсказать какие-то новые технологии, о которых вы знаете, например, на другом предприятии? Я, в принципе, спрашиваю, чтобы можно было понять. То есть и это может помочь решить какие-то свои стратегические проблемы. И это в том числе, если эти технологии не являются каким-то ноу-хау, запатентованным, о котором я говорить не могу, мы подписываем в своих договорах обязательно условия конфиденциальности. Но, честно говоря, ведь настоящие ноу-хау, они не так часто встречаются, не управленческие, не технические какие-то. Это ведь выстреливает, как говорится, раз во сколько-то лет. Поэтому здесь иногда можно из имеющихся ресурсов, без вот этих каких-то супер-упер технологий, получить какой-то эффект. Вот из опыта, наверное, уже теперь есть что анализировать. За прошедшие 15 лет, наверное, скажу так, что зачастую 20-процентное увеличение эффективности, результативности деятельности настигает только от наведения порядка. Не надо ни рубля дополнительно инвестировать. Когда мы себя, консультанты, позиционируем, я все время говорю, что деньги, потраченные на меня, должны как минимум трижды вам окупиться. Иначе мне будет стыдно их с вас брать, потому что нужно навести порядок, из имеющихся ресурсов извлекать больше, чем вы извлекаете сегодня. А ресурсов иногда крутится достаточно человеческих, информационных, материальных. А как-то вот бессистемно они используются. Оксана, у вас большой опыт консультации различных предприятий. Приведите какой-нибудь наиболее яркий пример вашей работы. Примеры разные есть. Безусловно, есть компании, работая с которыми гордишься. И это вот не обязательно крупные компании с громким именем. Это есть компании, известные в своих регионах, но, допустим, менее известные в других. Есть у меня замечательная компания, не буду называть тоже, да, из этических соображений, что за компания. Замечательная компания, 80% персонала в ней – это люди с высшим техническим образованием. Она занимается софтверными технологиями, то есть это разработка программного обеспечения, высоких технологий в области радиотехники. То есть, казалось бы, потенциалище великий. Там нет какого-то демотивированного линейного работяги, да, с алтоголическим прошлым. Нет, совершенно другое. И вот когда в такую компанию приходишь, с одной стороны, там работать гораздо сложнее, потому что и сами процессы сложнее, и люди более, да, другого порядка. Но вот компания достигает уровня через, вот мы отработали, и через, наверное, года полтора-два поддерживаем с ними отношения, уже, наверное, лет пять прошло их работа с ними. Вот за все эти годы компания вышла на международные рынки, стала официальным представителем одной очень крупной компании в России, то есть они официальные дилеры, они вошли со своими системами на рынок Южной Америки, на азиатский рынок, то есть их системы используются и в нефтедобыче, и в управлении транспортом. Понятно, что такое востребованное. Да, они мне все время, когда отношения поддерживаем, они все время с благодарностью звонят, вот мы о чем-то там говорим. Я говорю, так, ребят, у вас все это было, у вас ни одного нового человека персонала не приняли, работают все те же. Еще я-то, в общем-то, наверное, моя участь... Ну, что-то помогли, что-то подсказали? Да, да, они говорят, нет, вот ты знаешь, мы до этого не управляли раньше так проектно, у нас теперь настолько все отлажено, мы настолько знаем, где что находится. То есть вы им привилит технологию управления? Да, технологию проектного управления. Они меня периодически продают, что называется, в компаниях поставщиков, от которых они берут, или в компании-потребители, потому что, говорят, мы не можем с ними работать, мы с ними на разном языке разговариваем, поэтому их все по-другому, а мы, говорят, застреваем, они, говорят, часть нашей цепочки, срывают поставки, срывают еще что-то, а эти, в свою очередь, да, и вот нам, говорят, нужно увязать, и вот они как круги по воде начинают расходиться, и вот отсюда наступает удовлетворение гораздо больше, чем от работы с одной компанией, потому что ты видишь эффект какой-то уже более конгломератный. Приятно, как консультант приятно. Как возникла у вас эта идея, вот стать бизнес-консультантом? Ой, вопрос какой сложный. На самом деле, я во-первых, в образовании врач, я приличное количество лет отработала в области здравоохранения. Все время на вас надеются, как на доктора, доктор, помогите, доктор, а у меня еще вот это. А на самом деле компании, мне часто задают вопрос, в особенности люди из сферы здравоохранения, вот как же ты ушла, это же совершенно другое. На самом деле, компании болеют так же, как люди. И диагнозы, и патогенезы, все-все-все одинаковое просто, да, компания – это социально-экономический организм. Но, безусловно, там есть и второе у нее, и третье образование, и в этой сфере. И как-то всегда больше работала с точки зрения управления каким-то подразделением или крупным единицей. И там не хватало как раз, где-то сначала не хватало компетенции, а потом не хватало полномочий. То есть я знаю, как, но я не вправе принимать эти решения. И вот как-то вот случилось так, что я приняла для себя решение, что мне нужно уходить в ту нишу, где я смогу принимать эти решения, потому что иначе для меня это потолок профессионального собственного развития. Ну, как банальная истина, тот, кто учит, должен постоянно учиться сам и двигаться сам, иначе чему же ты можешь доброму-то научить. Поэтому вот я не представляю своей жизни. Вот и говорю, ну, я так получилось, что у меня мама врач, а папа у меня экономист. И это вот последственное там в корнях. Я половину генофорда честно отдала материнской линии, половину отцовской, так что все по-честному. Ну, а в общем-то, сегодня же очень многие люди наших лет, они поменяли свою профессиональную деятельность в ходе вот всех этих перемен. И на самом деле это хорошо. Я смотрю, они более, наверное, шире видят, масштабнее. Кто-то себя нашел, то есть по-новому? Многие. Я очень много вижу управленцев, которые пришли управлять финансами с производства, которые прошли в производство из военных, и так далее. То есть на самом деле это хорошо. То есть люди приносят какие-то хорошие технологии из той сферы, в которой они были, в новые сферы. И вот эта интеграция, она на пользу. То есть нужно постоянно учиться? Риторический вопрос с одной стороны, а с другой стороны, вот еще раз, да, про стакан с горохом. Ведь можно, говорю, наполнять, наполнять себя, и конца края нет. Вот, наверное, все-таки нужно уметь зажечь какой-то факел. Вот не штучно набрать в себя, вот этих компетенций. А зажечь какой-то факел. Все знать невозможно. Все не охватить. И вот можно так рассеяться и потерять себя. Все-таки, наверное, надо понять. И для себя лично, да, стратегия каждого руководителя. А кто я? А кем я себя вижу через пять лет? Где я буду? Что я буду? И зачастую сталкиваешься, что живя проблемами предприятия... С сегодняшним днем. С сегодняшним днем. Они настолько увлечены этим, что когда им задаешь вопрос, а лично ты вот как? И для них это зачастую вопрос очень сложный. Они никогда не задумывались, как-то уводили себя от этого ответа, потому что ответа нет. И иногда работодатели с ревностью говорят мне, «Я тебя наняла, чтобы ты о моем предприятии тут думать заставлял, а ты их заставляешь думать». На самом деле страшный человек, страшный руководитель, если у него нет хобби. Если он весь живет, только работой в работе, в лучшем случае чего-то там подумал, дети, семья, и у него нет никакого увлечения, это страшнейший человек. Потому что он эмоционально здесь выгорает. Это неправильно. Но вы им как-то подсказываете, что нужно искать гармонию в природе? И подсказываю, и действием вовлекаю, и сама вовлекаюсь. И есть компании, в которых стараешься кусочек времени во время консалтинговых проектов уделить, чтобы окунуться в их мир интересов, съездить на рыбалку, допустим, с ними, или какой-то лыжный пробег. Совсем другой человек. Ты люди видишь там совершенно другими? Руководители некоторые хотят, чтобы команда была стройной, слаженной, чтобы не было вот этих конфликтов. Ну, знаете, как вспоминаешь, хороший руководитель всегда скажет, что если два моих подчиненных, да, вот подо мной стоящих руководителя, всегда согласны между собой, то один из них лишний. Вот так. Если они всегда не согласны, то лишние оба. То есть, наверное, какой-то разумный вот этот баланс согласия и несогласия должен быть. Это и позволяет развиваться. Если завтра я буду со всеми согласна, если меня все завтра начнут хвалить, и никто будет критиковать, это начало конца. То есть, а зачем тогда развиваться? Тогда корону на голову. Уже все хорошо? Да, ложись и гордись собой. Ужасно. Я все время боюсь и так себя периодически останавливаю. Какое-то получилось, что-то хорошо. Так, что-то не так, да? Что-то надо, надо чем-то подпись. Что-то у меня не так, да? Вот надо найти то место, где было несовершенство. Поэтому, когда вы спрашивали о клиентах, поддерживают ли отношения, рассказывают, мне важнее подчеркнуть, что мы сделали не так, или чего мы не сделали, чего можно было сделать. Что не доделали. Не доделали. Но все равно нужно стремиться к совершенству. На самом деле, наверное, да, но современный руководитель, слишком разные у нас у всех представления об этом совершенстве. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. А я напоминаю, что мы говорили о стратегии управления бизнесом. И у нас в гостях был директор консалтингового агентства Тимакс Консалт, Аксана Тимошенко. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго.